Здравствуйте, меня зовут Михалькова Екатерина, я детский врач-стоматолог клиники Дентал Фэнтези. И сегодня мы поговорим с вами о том, как питание влияет на состояние зубов. Один из самых важных вопросов питания у детей – это, конечно, сахар. Это те продукты, которые очень активно участвуют в разрушении зубов, поскольку микробы, разрушающие наши зубы, питаются только сахаром. Чем больше сахара мы употребляем, тем быстрее эти микробы увеличиваются в количестве и уничтожают наши зубы. Это касается всех продуктов, которые содержат добавленный сахар. То есть, если мы говорим, например, о фруктах, от них не будет вреда для зубов. Но если мы говорим о продуктах, которые содержат сахар – глазированные сырки, йогурты, шоколад, печенье, то есть везде, где есть добавленный сахар, все эти продукты являются врагами наших зубов. Для зубов наиболее критично то, как часто мы едим сладкое, а не то, как много мы его едим, потому что после каждого приема сладкой пищи слюне требуется время, чтобы нейтрализовать сахар и создать хорошие условия для того, чтобы зубы были здоровы. То есть, если мы возьмем, например, целую шоколадку и съедим ее сразу, то для зубов будет менее вредно, чем если мы треть шоколадки будем есть в течение дня по маленькому кусочку. Я думаю, что в современном мире полностью отказаться от сахара невозможно, потому что это слишком доступный продукт, который активно рекламируется, поэтому наиболее реально ограничить детям прием сладкого одним разом в день и после этого одного раза обязательно почистить зубы. Наиболее полезные продукты для зубов на сегодняшний день считаются молочные продукты, при условии, что у ребенка или у взрослого нет непереносимости к этим продуктам, аллергии или недостаточность каких-то ферментов, которые переваривают эти продукты. Молочные продукты – это источник кальция, фосфора, магния, которые участвуют в развитии зубов. Опять же, у ребенка с появлением зуба во рту, он не готов полностью к тому, чтобы противостоять агрессивной среде полости рта. Этот зуб должен созреть и стать очень крепким. Молочные продукты очень активно участвуют в этом процессе, потому что они насыщают слюну микроэлементами и слюна обеспечивает оптимальные условия для созревания зуба. Также есть мнение, что грудное молоко не влияет на развитие кариеса, а при кормлении ребенка смесью мы получаем налеты кариес. Это ошибочное мнение, потому что микробам безразлично, какое молоко они будут есть – натуральное или искусственное. Если у микробов есть питательная среда, полость рта ребенка была инфицирована микробами, то эти микробы будут есть любое молоко. А значит, что после кормления ребенка необходимо чистить зубы, чтобы исключить питательную среду, в которой микробы могут себя чувствовать хорошо. Родители часто спрашивают, влияет ли прием жесткой пищи на формирование прикуса у ребенка. Это совершенно справедливый вопрос, потому что все в нашем организме растет, если получает нагрузку. У детей это особенно актуально. Если ребенок ест достаточно жесткой пищи, его прикус и челюсти формируются наиболее физиологично. Поэтому абсолютно необходимо, чтобы ребенок ел жесткую пищу – сыр, морковку, яблоки, грыз сухари, чтобы его зубы и кости получали достаточную нагрузку. Спасибо вам за внимание. Желаю здоровья вам и вашим близким.